Добрый день! Посмотрите новости на телеканале Си-Би-Си, в студии Телли Гусейн Задей. В начале коротко о главном. Азербайджан никогда не позволял и не позволит внешним силам вмешиваться во внутренние дела. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам после пленарного заседания в Мюнхене. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией есть несколько платформ. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему преодолевая горы построения безопасности на Южном Кавказе в Мюнхене. В качестве одной из них глава государства назвал брюссельский формат, отметив, что на встрече с президентом Совета Европейского Союза Шарли Мишелем была подтверждена приверженность процессу. Дискуссия состоялась сразу после закрытой встречи главы государства и премьер-министра Армении при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Важным событием стало предложение азербайджанской стороны о создании контрольно-пропускного пункта с обеих сторон Азербайджана-армянской условной границы. Ильхам Алиев выразил удовлетворение позиций Европы и США, которые сочли азербайджанские предложения, целесообразными. Это означает, что Баку удается шаг за шагом добиваться удовлетворения его условий в процессе подготовки мирного договора с Арменией. По итогам встречи президент Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским СМИ, в котором в частности заявил, что несколько дней назад Баку получил от армянской стороны ответ на свои предложения, в котором на первый взгляд в позиции Армении есть прогресс, но он недостаточен. Безопасность на Южном Кавказе, чего добивается Армения, предвзятая позиция Франции и Азербайджан как гарант энергетической безопасности Европы. Представители азербайджанских медиа не могли не воспользоваться возможностью получить комментарии по этим темам от главы государства лично. После Второй Карабахской войны ситуация в Кавказском регионе полностью изменилась. Ильхам Алиев, отвечая на первый вопрос журналистов, отметил, что Азербайджан должен был быть готов к тому, чтобы еще более укрепить свою позицию в этих реалиях. Панельная дискуссия же вновь показала, несмотря на то, что некоторые силы не хотят мириться с этими реалиями, в конечном счете им все же придется это сделать, так как происходящие в регионе Южного Кавказа процессы требуют новых подходов. Город, что такая авторитетная международная структура, как Мюнхенская конференция по безопасности, также уделяет особое внимание данному вопросу. Вы, наверное, видели, что число участников было достаточно большим, и интерес тоже был достаточно велик. Если бы эти дискуссии продолжались еще несколько часов, то, наверное, никто бы и не покинул здание. Что касается позиции Азербайджана, то наша позиция однозначно ясна. Я говорю об этом и на закрытых встречах, и в официальных заявлениях. Сегодня на мероприятии, проведенном по инициативе госсекретаря Блинкина, я заявил, что мы сторонники права и справедливости. Мы никогда не позволяли внешним силам вмешиваться в наши внутренние дела и никогда не позволим. Карабах – это Азербайджан. Я сказал это до войны. Сегодня это говорю и вижу не только я, но и весь мир. Азербайджан – это не только я, но и весь мир, но и весь мир. Что же касается нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, то и здесь позиция Баку абсолютно логична, продолжил Эльхам Алиев. Азербайджан, завоевавший авторитет на мировой арене, как страна, выступающая за мир, по-прежнему желает, чтобы нормализация наступила как можно скорее, и период вражды остался позади. По словам азербайджанского лидера, есть армянская сторона. Если найдет в себе волю и силы, то в скором времени будет возможным добиться этого. Однако Ереван в этом смысле, похоже, не торопится сделать шаг навстречу. Напротив, премьер Армении, который превратился в предмет насмешек еще с 2019 года, когда выдвинул в Мюнхене идею о Кокейшн-бюро, вновь высказал необъективные мысли. Знаете, сегодня невозможно скрыть правду или же исказить реальность. Мы живем в эпоху информации. Каждый хорошо знает, где и что происходит. Поэтому заявления, которые имеют несерьезный и манипулирующий характер, конечно, всерьез не воспринимаются. Наша позиция однозначна. Если мы что-то говорим, то, во-первых, основываемся на истине. Во-вторых, открыто выражаем свою позицию. Международные партнеры знают, чего мы хотим, чего хочет Армения. Мы этого понять не можем. Иногда они говорят, что никак не будут комментировать события, происходящие на дороге Лачен-Ханкенди. Этот вопрос их не касается. То говорят, что хотят заняться, в кавычках, «нагорно-карабахской проблемой». Поэтому они должны определить для себя и правильно сформулировать, довести свою позицию, если она есть, для иностранных партнеров. Наш гость – Урхан Йолчуев, директор аналитического центра STEM. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Пашинян по итогам встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил готовность Армении к подписанию соглашения между Ереваном и Баку, которое в действительности будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе. Как вы считаете, все-таки стоит рассчитывать на готовность Армении? Или же вот это какая-то очередная политическая игра? Да, вы знаете, Мюнхенская конференция в первую очередь показала желания и намерения стран и их цели на данном этапе. Основные заявления президента Азербайджана были к диалогу, к скорейшему заключению мирного договора с Арменией и установлению в регионе прочного мира на основе международного права. То есть Мюнхенская площадка стала одной из платформ, чтобы показать, в принципе, показала истинные цели Азербайджана. Совсем иная риторика была у премьера Пашиняна. Хотя он пытался перед европейцами показать себя таким блюстителем мира, однако во время полинарной заседания, особенно в конце первой части, Пашинян был в растерянности и начал вести всякую несоурязицу, поток таких ложных обвинений о блокаде карабахских армян. Хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев мастерски это показал на примере странствующего Рубена Варданяна. Он заявил, что мы готовы начать практические коммуникации с представителем армянской общины Карабаха, только когда криминальный олигарх, гражданин России Рубен Варданян покинет территорию Азербайджана. Мы, как мы знаем, что на днях Рубен Варданян был в Москве и обратно каким-то образом он оказался в Ханкенде. Естественно, все понимают, каким образом, с чьей помощью он передвигается. Но это важная деталь для того, чтобы показать, что никакой блокады нет. Пашинян также пытался ввести в заблуждение, что, мол, мечети на территории Карабаха были разрушены еще в советское время. Говорил якобы о религиозном факторе войны. Заявил о 17 мечетях, разрушенных Карабахи. Хотя только в Шуше, как мы знаем, было 17 мечетей. То есть Армения, по сути, ведет ту же самую риторику, что и на протяжении последних 30 лет, с целью тянуть время. Можно сказать, что ее преследует такой комплекс неполноценности, который усилился еще больше после 44-дневной войны. Это не дает ей начать двигаться к миру, двигаться к стабильности. Очевидно, что здесь еще и играет негативный фактор союзников в Армении в лице президента Макрона, который также в основном построил свою речь на антироссийских высказываниях и одновременно высказал очень большую поддержку Николу Пашиняну. Как мне кажется, основным моментом, который ведет переговоры в тупик, это позиция Еревана в том, чтобы в какой-либо форме, в мирном договоре упомянуть, чтобы присутствовала тема Карабаха или карабахских армян, на что президент Азербайджана Ильхам Алиев четко обозначил, что в процессе договора тема Карабаха не будет фигурировать. По сути, Армения не может сегодня до конца сформировать свою политику в поствоенный период, и об этом заявлял и президент Азербайджана. Мы не можем понять, чего хочет Армения. Они то говорят о событиях, что они не будут комментировать события на дороге Лачен-Ханкянди. Потом вдруг этот вопрос их касается. Поэтому вот я думаю, что... То есть мживое заявление, то есть это там постоянное, да, это и о гуманитарном, экономическом, да, энергетическом кризисе якобы, да, в Карабахе. Вот скажите, а они вот не понимают, вот сам Пашинян, что он таким образом просто приближает свою страну просто к состоянию такого, да, неуправляемого хаоса? Ну, если в логике Армении была какая-то доля рациональности, они бы давно уже заключили бы мир с Азербайджаном, основывающий на пяти принципах, которые предложил Азербайджан. Но, однако, вот Ереван все еще ведет вот такую деструктивную политику в регионе. И, скорее всего, продолжение вот такой политики, она для Еревана ничем хорошим не закончится. К сожалению, да, вот как вам кажется, все-таки вот используется, да, наверняка Армения и третьими странами своих интересов? Абсолютно, абсолютно используется. Армения сегодня, по сути, является инструментом в руках более глобальных акторов. Она, по сути, играет ту же самую роль, что играла сто лет назад, что играла и в период уже, значит, в конце 80-х годов, да, и уже в начале 90-х, и, по сути, все эти годы за этот 30-летний период. Вот среди важных заявлений, и, кстати, я об этом тоже хочу сказать, в Мюнхене, как мне кажется, стоит обратить внимание на предложение президента Азербайджана открыть КПП на границе двух стран, это в зоне Зангезурского коридора и на пограничном участке трассы Лачим-Герус. Да, что является логическим выводом, исходя из сложившейся на сегодняшний день ситуации. То есть, если, значит, будут коридоры, то Зангезурские и Лачимские коридоры должны будут работать в едином режиме. Но, однако, Армения отказывается от открытия какого-либо коридора, зангезурского коридора, потому и логики и в Лачине, скорее всего, мы в ближайшее время тоже увидим контрольный пропускной пункт. Вот открытие коммуникаций, в частности, зангезурского коридора, да, это даже не столько требования Азербайджана, сколько обязанностей Армении, потому что их премьер в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года подписал трехстороннее заявление, где обязался, что будут открыты коммуникации между западными, значит, районами Азербайджана с Нахчеванью. Однако Армения вот всячески отрицает и отрицает вот эти, по сути, идет против того же соглашения, заявления, под которым стоит подпись самого Пашиняна. Глава государства также отметил, что армянская страна фактически меньше всего заинтересована в проектах, и в том числе вот в интеграционных процессах, да, на Южном Кавказе. То есть, хотя заинтересованность должна быть, в первую очередь, это же и выгодно самой Армении, да, может быть, ей какие-то внешние игроки мешают, вот как вы считаете? Да, абсолютно верно. Как я сказал, главным, значит, негативным влиянием на вообще переговорный процесс на сегодняшний день является Франция, в частности, президент Франции и Макрон, и его заявление о том, что мы рядом с Арменией, мы видим, что, в общем, Франция занимает одностороннюю позицию. Но вот эти... Вообще на Мюнхенской конференции я бы еще обратил бы внимание, что на первый план вышли два момента, касающиеся Азербайджана-армянских отношений. Во-первых, это встреча председателя, значит, Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в отдельности с президентом Азербайджана, премьер-министром Армении. Ну и вторая вот эта деталь, это вот выступление самого Макрона на Мюнхенской конференции. По сути, после вмешательства Макрона в процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, Шарль Мишель, видно, что Шарль Мишель, ЕС, вообще пытается восстановить брюссельский формат. В этом заинтересованы Азербайджан. Но мы не знаем, как будут договариваться между собой Макрона и Пашиньян. Франция, очевидно, что старается своей позицией показать свою геополитическую роль, выставить себя против России и показать свою роль на Южном Кавказе. Одновременно Макрон шлет месседж Еревану и Пашиньяну, что Франция и Париж являются главным гарантом для Армении. И как бы этот некий месседж, чтобы Армения не отказывалась от четырехстороннего формата. Вот на фоне объявлений намерений. Этот формат нас не устраивает, естественно. Спасибо за Ваш комментарий. Я напомню, Урхан Юлчуй, директор аналитического центра STEM, отвечал на наши вопросы. Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана. На дороге Ханкензил, Ачин, продолжается уже 70 дней. Активисты, как и в первые дни, проявляют достаточно высокую активность. Участники акции протеста также не препятствуют движению транспорта, который используется исключительно в гуманитарных целях. Ход акции отслеживает мой коллега Сеймур Кулиев. Он к нам подключается на прямую связь. Сеймур, здравствуй. Какие новости? Здравствуйте, Телли. Приветствую Вас и наших зрителей с дороги Лачин-Ханкенде, с нашей культурной столицей Шуше. Как Вы отметили, больше двух месяцев, а точнее уже 70-й день, как днем, так и ночью, продолжается экоакция в Карабахской экономической зоне. Азербайджанские активисты и волонтеры скандируют на трех языках – английском, азербайджанском, русском. Лозунги с призывами о прекращении незаконной эксплуатации, добычи и в то же время разграблении полезных ископаемых Армении на месторождениях Газелбулах и Дамерли, находящихся на территории Азербайджана. Хочу еще отметить тот факт, что наряду с незаконной эксплуатацией наших полезных ископаемых происходит еще и варварская вырубка наших лесов, редких и ценных пород деревьев. Намеренно загрязняются и отравляются наши реки и водоемы. Этим самым истребляются редкие и ценные породы рыб. И этим самым наносится непоправимый урон нашей флоре и фауне. Наряду с этими преступлениями против природы армянские СМИ и телеграм-сегменты трубят на весь мир о якобы блокаде Лачинской дороги, этим самым создавая якобы гуманитарный кризис. Но судя по интенсивности проезда по дороге Лачин-Ханкенды различных гуманитарных грузов, обвинение армянской стороны о якобы блокаде нечто иное, как вымысел и фейк. Хочу отметить, что я сегодня лично до этого часа насчитал уже 45 автомобилей миротворческих сил с гуманитарными грузами. Наши требования в этой акции очень просты. Мы хотим лишь остановить экологический террор и восстановить свои права на эти территории. А у меня на этот час пока все. Как всегда будем стараться держать вас в центре событий. Передаю слово вам Телли из Шуши. Спасибо, спасибо большое. Сеймур Кулиев выходил на прямой связь со студией. Иранский режим Мул в очередной раз показал свое истинное лицо. В Иране в области Харасан была разрушена могила классического азербайджанского поэта Изядина Гасана Углы. Об этом акте о вандализме свидетельствуют фотографии, распространенные в социальных сетях. В Иране по поводу случившегося предпочитают, как всегда молчать. Днем и ночью мои глаза смотрят на дорогу, ждут тебя. Это слова с эпитафии на могиле классического азербайджанского поэта Изядина Гасан Углы. Именно он считается автором первых газелей на азербайджанском языке. Недавно в социальных сетях появились кадры, разрушенные в Иране могилы азербайджанского поэта. Распространившиеся фотографии возмутили азербайджанское общество. Эти действия иранского режима в очередной раз наглядно демонстрируют политику Ирана, направленную на уничтожение исторического наследия Азербайджана. Подобное барбарство Иран совершает уже не впервые. Еще год тому назад могила поэта находилась в разрушенном состоянии, но была восстановлена азербайджанцами Ирана. Однако Тегеран вновь постигнул на святое и разрушил ее. Год назад я связался с друзьями из Ирана и попросил их отправить мне фотографию могилы азербайджанского поэта. Когда я увидел, в каком состоянии она находится, мне стало не по себе. Я сразу решил, что ее нужно восстановить. Мои друзья помогли мне в этом. Мы собрали деньги и восстановили надгробие. Но спустя некоторое время мои знакомые из Ирана прислали мне фотографии, где она разрушена. Кто совершил это кощунственное преступление неясно. Ясно только то, что виновные должны быть наказаны. Автор первой газели на азербайджанском языке. Выдающийся поэт жил и творил в первой половине 13 века. С его творчеством были знакомы на территориях от Хурасана до Египта, от Анатолии до Азербайджана. Лирика из Зидина Гасануглы была настоящим образцом для многих поколений поэтов. До нашего времени дошли три газели из Зидина Гасануглы, и это очень важно. Турецкий исследователь Мехмед Фуат Кёпюрлю представлял его науке как автора первой газели на азербайджанском языке. В результате проведенных исследований одна его газель была обнаружена в Египте немецким востоковедом Маргариты Фреймер. Осквернение азербайджанских могил уже не новая история. Армению, которая на протяжении многих лет занималась уничтожением наследия азербайджанцев, можно поставить в один ряд с Ираном. И пословица «два сапога пара» здесь очень уместно. Место, где сегодня проживают армяне, это западный Азербайджан. Азербайджанская территория. Там жили наши прадеды, у нас там тысячелетняя история. К сожалению, сегодня мир равнодушен к уничтожению нашей истории и культуры. Утверждение о том, что они жили на наших землях издревле, не имеет под собой никаких реальных оснований, а тем более доказательств. Уничтожение могилы поэта равноценно уничтожению культуры, литературы. Эти действия не подобают Ирану, потому что это исламская страна. Как так можно отнестись к человеку, который писал поэму про пророка Мухаммеда? К сожалению, Азербайджан уже привык к такому отношению со стороны соседей. К примеру, Армения, которая всегда занималась осквернением нашего исторического и культурного наследия. В результате начавшейся в 1988 году этнической чистки армянами были захвачены имущества и образцы культурного наследия сотен тысяч азербайджанцев, 3500 исторических и культурных памятников, 500 кладбищ, 391 мечеть. Принадлежащие Азербайджану были разрушены и полностью уничтожены армянами на территории сегодняшней Армении. Коварство, двуличие и варварское отношение к историческому наследию азербайджанского народа – это черты, которые наглядно отражают сходство Ирана и Армении. Разрушенная могила азербайджанского поэта – еще одно печальное тому доказательство. Спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в Турции, продолжают пысково-спасательные работы по ликвидации последствий сильного землетрясения. В результате поисково-спасательных работ, проведенных в провинциях Кахраман-Мараш и Хатай силами МЧС спасены из-под развалин 53 человека, переданных по назначению тела 774 погибших. О ходе работ будет предоставлена и дополнительная информация. Между тем, на юго-востоке Турции все еще продолжаются поиски погибших в результате мощных землетрясений, которые произошли 6 февраля. По последним данным, в результате стихийного бедствия, коснувшегося 10 турецких провинций, погибло свыше 40 тысяч человек. Сообщается, что число погибших может еще вырасти, поскольку разрушены 345 тысяч квартир, и многие люди по-прежнему числятся пропавшими без вести. Глава турецкой спасательной службы АФАТ Юнус Сезер объявил, что спасательные работы в городе Кахраман-Мараш в самом близком к эпицентру толчков, близки к завершению. Накануне в Кахраман-Мараш произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Очаг подземных толчков взлекал на глубине более 5 километров. Мир еще не отошел от шока, вызванного разрушительными землетрясениями в Турции. Отголоски этого мощного стихийного бедствия ощутили и в соседних странах. Многочисленные жертвы этих землетрясений еще раз доказали, как крупок этот мир, а также то, что люди до сих пор мало что знают о правилах безопасности при стихийных бедствиях, способных уберечь жизнь. О том, как нужно вести себя при землетрясении, расскажет Сулейман Калимолин. Специалисты говорят о том, что если вы живете в сейсмоопасном регионе, то необходимо быть на чеку, ведь землетрясение ученые до сих пор не научились предсказывать, а потому неизвестно, когда оно может произойти. Заранее соберите так называемый тревожный чемоданчик и оставьте его в легкодоступном месте. Сложить сюда копии документов, деньги, пауэрбанк, теплые вещи, запасы воды, сухпайок и даже свисток. В случае, если вы окажетесь под завалами, с его помощью можно будет подать сигнал спасателям. В момент, когда вы почувствовали землетрясение, специалисты рекомендуют покинуть здание. У вас есть приблизительно 20 секунд с момента начальных толчков до опасных для здания колебаний. При этом, если вы живете на четвертом этаже и выше, вы можете не успеть спуститься. В таком случае нужно искать укрытие в здании. Подойдут крепкие столы и кровати. Располагайтесь под столом в позе эмбриона и старайтесь прикрывать руками голову и шею. В интернете широко распространен миф о так называемом треугольнике жизни. Согласно ему, спинка мягкой мебели обеспечит лучшее укрытие при обрушении здания. Но по данным геологической службы США и американского Красного Креста, эта теория сложная. Слишком сложно предназначить, где при обрушении зданий этот самый треугольник жизни образуется. Кроме того, диван может и защитить от падающего потолка, но только в том случае, если тот обвалится целой секцией, а не кусками. Еще один миф гласит, что во время землетрясения надо встать в дверном проеме. В современных панельных или каркасных домах дверные проемы не прочнее любой другой части здания. Кроме того, основной причиной смерти при землетрясениях является не обрушение этажей, а травма от падения сверху мелких обломков, от которых дверной проем вас спасти не сможет. В случае землетрясения пользуйтесь лестницей. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтом. Однако стоит отметить, что лестница также является очень опасным местом. Задерживаться там не стоит. Опять же, как угадать, что все уже закончилось и новый удар не застанет вас где-то на лестнице? Увы, при землетрясениях ответить на этот вопрос невозможно. При этом находиться на улице во время землетрясения безопаснее всего. Стойте подальше от зданий, газопроводов и линий электропередач, которые могут упасть на вас. Кроме того, не следует находиться под балконами, арками и карнизами. Они могут рухнуть, даже если все остальное здание останется целым. Но что же делать, если вы все-таки оказались в ловушке под завалами? Если вы остались под завалами, не паникуйте и правильно оцените ситуацию. Если у вас есть возможность выбраться самому, то воспользуйтесь этим. Если такой возможности нет, то старайтесь не расходовать силы, так как не знаете, сколько вы пробудете под завалами. Время от времени подавайте сигналы спасателям. Помощь обязательно придет. Эксперты утверждают, что если после землетрясения здание, в котором вы находитесь, выстояло, то ваши шансы на выживание увеличатся, если вы останетесь внутри. Американские сейсмолки даже придумали девиз, который легко запоминается. Залегайте, укрывайтесь и держитесь. Но в любом случае ключ к вашему спасению – должная подготовка. Сулейман Калимулин, CBC. Финляндия готова к присоединению к НАТО без Швеции, заявил министр обороны страны Мико Саволан. Ранее две страны рассматривали только совместное вступление в Альянс. Однако у Стокгольма возникли сложности с сертификацией соглашения со стороны Анкары. По словам главы Минобороны, Финляндия предпочла бы, чтобы Хельсинги и Стокгольм присоединились к НАТО вместе. Однако Финляндия не откажется от вступления в Альянс, если Турция вынесет положительное решение только в пользу Хельсинки. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Изначально против расширения Альянса выступила Турция, потребовала от них объявить курдские организации террористическими. Позже Турция согласилась на расширение НАТО при выполнении ряда условий. Однако антиисламские акции в Швеции вызвали недовольство Анкары. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси высказалась за передачу Украине истребителей бомбардировщиков F-16, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Пелоси отметила, что в течение 2022 года американские законодатели последовательно работали над выполнением запросов Украины о предоставлении военной поддержки. Сейчас они хотят добиться передачи Киева F-16, сказала Пелоси, добавив, что она полностью это поддерживает. Конгресс Вуман высказалась также в пользу того, чтобы начать обучение украинских летчиков в использовании F-16 уже сейчас, потому что это займет некоторое время. 17 февраля газета «Политика» сообщила, что группа из пяти конгрессменов, в которую вошли как демократы, так и республиканцы, направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине F-16. Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Коволи заявил, что поставки боевых самолетов F-16, беспилотников и ракет большой дальности помогут Украине одержать победу в конфликте. Большая часть Украины обеспечена электроэнергией, несмотря на серию крупных российских атак на энергосистему. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в виде обращений к народу. По его словам, в последние месяцы Россия осуществила несколько атак на энергетическую инфраструктуру страны, временами оставляя миллионы людей без света, отопления и водоснабжения. Но у большинства людей в Украине электричество есть. Большая часть территории Украины обеспечена энергетикой, большинство наших людей обеспечены электричеством. И это очередное подтверждение нашей с вами стойкости, силы Украины. Колоссальные работы, которые проводились и проводятся многими людьми, всеми, кто восстанавливает и защищает энергетику, всеми, кто работает для усиления нашей ПВО, мы продолжим делать все возможное и невозможное, чтобы дать Украине больше гарантии устойчивости, больше защиты от всех ударов России. Китай требует от США исправления ошибок и устранения вреда, нанесенного отношением между странами в результате инцидента с аэростатом. Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И, отвечая на вопросы журналистов после выступления на Мюнхенской конференции. По словам Ван И, Пекин проинформировал Вашингтон, что аэростат отклонился от запланированного маршрута из-за ветра и вошел в воздушное пространство США. Китай требовала от Соединенных Штатов решить этот вопрос рациональным и спокойным способом. Однако аэростат был сбит американскими истребителями в начале февраля нынешнего года. Ван И и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам. К сожалению, Соединенные Штаты проигнорировали основные факты и вызывающим возмущением образом направили истребителя, чтобы сбить неуправляемый аэростат. Такое поведение можно характеризовать как проявление истеричности. Это на 100% является фактом злоупотребления, силой и явным нарушением обычной практики соответствующих международных конвенций. Причина инцидента Ван И считает ошибочное стратегическое суждение США в отношении Китая. Он утверждает, что политика КНР предполагает взаимовыгодное сотрудничество, в то время как Вашингтон рассматривает Пекин только в роли стратегического конкурента. С другой стороны, реакцию США на появление в воздушном пространстве аэростата власти Китая характеризуют как проявление слабости. Факт обнаружения китайского аэростата в воздушном пространстве США и его уничтожения американскими военными вылился в дипломатический скандал между двумя странами. госсекретарь США Энтони Блинкен отложил намеченный начало февраля визит в Пекин. Министр обороны КНР Вэй Фэн Хэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Осином. Ну а президент США Джо Байден заявил, что несмотря на инцидент, рассчитывает на разговор с председателем КНР Си Дзиньпином и настроен продолжать взаимодействие с Пекином. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал страны усилить санкции против Северной Кореи в ответ на ее последний запуск баллистической ракеты. В куларах Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США заявил о необходимости осудить это действие КНР и предпринять соответствующие шаги, в том числе по эффективному обеспечению санкций. КНР в очередной раз запустила баллистическую ракету Северной Кореи и раньше запускала ракету, но это действие очередной провокационный акт со стороны КНР, который нарушает многочисленные резолюции ООН. Мы призываем других осудить это. Мы должны еще больше укрепить совместную работу и нашу приверженность защите наших партнеров и союзников. В Северной Корее 18 февраля осуществила запуск баллистической ракеты большой дальности в направлении Японского моря. Министр обороны Японии Хамада Ясукадзу подчеркнул, что ракеты данного типа имеют дальность поражения в 14 тысяч километров, то есть в теории могут достигать территории США. Действия Северной Кореи угрожают миру и стабильности Японии и международного сообщества являются абсолютно непростительными, заявил глава МИД Японии. По американской военной базе на месторождении Омар в сирийской провинции Дейр-Эзор нанесен ракетный удар. Информацию об этом распространило сирийское госагентство САНА. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Атака произошла поздно вечером 18 февраля. Взорвалось не меньше трех ракет около взлетно-посадочной полосы на территории базы. Одна из ракет поразила вертолетную площадку, возле которой находилась цистерна с топливом. По мнению местных СМИ, за атакой стоят проиранские формирования, которые воюют на стороне сирийской армии. Незадолго до обстрела над базой был сбит беспилотник. Атаки на американские базы на северо-востоке Сирии участились после того, как в конце января беспилотники обстреляли колонну с иранским оружием и нефтепродуктами пограничным с Ираком в районе Букемаль. Почти 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на акцию протеста против судебной реформы, сообщает газета «Юрсалим-Пост» со ссылкой на организаторов демонстрации. Как отмечают организаторы, только в Тель-Авиве на улице вышли почти 135 тысяч человек. Ранее газета «Таймс оф Израиль» сообщала, что законопроект по судебной реформе будет рассмотрен на пленуме Кнессета, законодательного органа Израиля, 20 февраля. Ожидается, что в Кнессете пройдет первое чтение законопроекта, который предоставит коалиции контроль над подбором судей, а также законопроекта, делающего основные законы неподконтрольными судебному надзору. Организаторы протестов объявили понедельник национальным днем борьбы, который будет включать в себя большую митингу Кнессета, марши в различных городах и закрытие некоторых предприятий. К столетию общенационального лидера Гейдара Алиева Нахчеванское телевидение обнародовало уникальные архивные кадры 1992 года. В видеоролике демонстрируется обращение Гейдара Алиева к жителям Нахчевана в связи с нападением со стороны Армении, его официальные переговоры и встречи с гражданами. Рано утром 18 мая 1992 года вооруженные силы Армении совершают нападение на Сидорекский район Нахчеванской Автономной Республики. Возглавлявший тогда Нахчеван общенациональный лидер Гейдар Алиев объявляет военное положение. Под его руководством принимаются экстренные меры, благодаря которым Нахчеванской Автономной Республике удается отстоять свою территориальную целостность. Уважаемые Нахчеванцы, дорогие братья и сёстры, уже пять дней как Нахчеванская Автономная Республика находятся на военном положении. Рано утром 18 мая Армения совершила военное нападение на территорию Сядорекского района. Идут бои. Нахчеванская Автономная Республика и её жители защищают свою территорию от военной агрессии. Сразу после этого председатель Верховного Совета Нахчеванской Автономной Республики Гейдар Алиев обращается к Турции. В Анкаре созывается заседание комбина. Гейдар Алиев добивается принятия в Турции заявления, которое затем было распространено во всём мире. В данном заявлении правительство Турции осуждает военно-политическое руководство Армении и напоминает о том, что согласно положениям Карского мирного договора 1921 года, Турция является гарантом безопасности Нахчевана. Об этом было заявлено всему мировому сообществу. В своём выступлении общенациональный лидер Гейдар Алиев недоумевает, почему соседний Иран не высказал своей позиции по поводу военной агрессии Армении. На сегодняшний день 57 государств официально осудили нападение Армении на территорию Нахчеванской Автономной Республики. В этой связи наш сосед, мусульманская страна Иран, до сих пор не высказала своей позиции. Сегодня, выступая на телевидении, я обращаюсь к нашим братьям по вере в Иране, к нашим друзьям, проживающим в приграничных областях, к правительству Ирана, равнодушие с которым Иран относится к войне в Нахчеване прямо у их границ, вызывает удивление и глубокое сожалению. На другом берегу Араза армяне, значит, нападают на, как сами говорят иранцы, на мусульманскую землю и Иран сидит спокойно отмалчивается. Потому что в планах, конечно же, Ирана было то, чтобы армяне перехватили вот этот небольшой участок границ, который связывает нас с Турцией, для того, чтобы Нахчевань была изолирована от естественного нашего союзника, от братской Турции. Поэтому они по-подлому ждали, чтобы у армян это получилось в районе Садарака. Не получилось. Точно так же по-подлому повел себя иранский режим во время 44-дневной Второй Карабахской войны. Несмотря на тяжелую ситуацию, в которой оказалась Нахчеванская автономная республика и равнодушие южного соседа, благодаря самоотверженности нахчеванцев и своевременно принятым Гейдаром Алеевым миром, кризис удалось пережить. Оказывается, помощь раненым в боях. В больницах для них созданы все условия. В то же время я связался с премьер-министром Турции Сулейманом Демирелем и попросил его обеспечить лечение части тяжелораненых в Турции. В конце своего выступления хочу выразить свою благодарность всем нахчеванцам, принимавшим участие в боях на Сядаракском фронте. Мы героический народ, способный отстоять свою честь и территорию. Накануне в Мюнхене в рамках 59-й конференции по безопасности состоялись дебаты, в которых приняли участие президент Азербайджан Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава правительства Грузии Раклий Гарибашвили. Эти дебаты, как и прошедшие ровно три года назад здесь же обсуждения, запомнились важными заявлениями президента Азербайджана и неважным видом армянского премьера. Подробнее об этом расскажет моя коллега Альбина Абдурахманова. Альбина, здравствуй. Что же на этот раз так расстроило премьер-министра Армении? То, что его расстроило, можно было понять с первых минут начала дебатов, то, как он изучал микрофон, вместо того, чтобы готовиться к своей иступительной речи, которая, я отмечу, была тоже неважной. Сейчас подробнее расскажу. Как и ожидалось, панельная встреча началась с традиционного нытья Никола Пашиняна, у которого каждый год появляются все новые поводы пожаловаться на Азербайджан. В этот раз армянский премьер начал с якобы блокады дороги Ханкин-Дилачин и напомнил о так называемой тяжелой судьбе армян Карабахи, упомянув его в связке со словом «Нагорный». Ильхам Алиев, будучи готовым к подобным степаниям, сразу напомнил премьер-министру Армении, что термина «Нагорный Карабах» просто не существует. Страна, стремящаяся к налаживанию отношений с Азербайджаном, в первую очередь должна уважать его территориальную целостность и называть административно-территориальной единицей правильно. Глава государства напомнил, что существует лишь Карабахский экономический район Азербайджана, в некоторых частях которого сейчас проживают армяне, с которыми Баку готов к диалогу. Естественно, не только Армения, но и ее покровители тоже очень любят спекулировать интересами армян Карабаха в вопросе налаживания отношений. И это несмотря на то, что Азербайджан всегда говорил, что диалог с армянским меньшинцом, проживающим в Карабахе, является внутренним делом Азербайджана. Президент Ильхам Алиев накануне еще раз заявил, что Баку готов обсудить будущее с армянами, проживающими в Азербайджане. Однако особо подчеркнул, что говорить будут только и только с армянами, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе. Они засланы непонятно откуда варданянами или ему подобными персонажами. А начавшаяся 12 декабря 2022 года акция азербайджанских экоактивистов ни разу не закрывала дорогу Лачин-Ханкенди. Так как варданян сам, как стало известно позже, передвигался по этой дороге. Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха. Сегодня я сообщил об этом своему армянскому коллеге в присутствии госсекретаря Блинкина. Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе. С 12 декабря и по сей день, в период, когда наш активист от гражданского общества находится у блокпоста, там проехало 2500 транспортных средств, включая транспортные средства российских миротворцев и представителей Международного комитета Красного Креста. Около 100 пациентов были вывезены Красным Крестом на лечение из Карабаха в Армению. И как можно назвать это блокадой, если дорога открыта? Пашинян сам, поняв абсурдность своих слов, видимо, затем решил сменить пластинку, пытаясь показать себя истинным миротворцем. Гуманитарная помощь Турции, а также отправка спасателей должны были сыграть на руку армянскому премьеру. К слову, такая пиар-акция действительно вызвала широкий резонанс в Европе и показала Армению с лучшей стороны, чем на дебатах Пашинян и воспользовался. Приезд главы МИД Армении Рарата Мирзаяна в зону бедствия и встреча с Мембулатом Чаушугу также была попыткой задобрить турецкое правительство, которое неоднократно заявляло о невозможности налаживания армяно-турецких отношений без подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Пашинян и его команда давно хотят отделить эти два вопроса, однако условия Турции не изменились. На вчерашней встрече Варчапет Армении вновь решил поднять этот вопрос, плавно перейдя к армяно-азербайджанским отношениям, однако истина вновь победила. Эльхам Алиев напомнил, что заявление от 9 ноября 2020 года по сути является актом капитуляции Армении и так воспринимается не только во всем мире, но и в армянском обществе. Тем не менее, президент Азербайджана заявил, что после такого разгромного поражения армяне вновь выбрали Николу Пашиняна премьер-министром, и это доказывает, что большинство в Армении хотят мира и готовы к нему. Конечно, есть силы реваншистов, для которых война дороже всего, которые хотят окончательно погубить Армению как страну, превратив ее в плацдарм боевых действий. В том числе, к их числу примкнула и Франция, для которой тема армян-карабаха стоит даже выше, чем экономическая ситуация в самой Франции. Президент Азербайджан напомнил, что армяне хотели вечно удержать территорию Азербайджана под оккупацией, что было неприемлемо. И война 2020 года была войной за освобождение земель и восстановление справедливости. Мы не можем вырывать из контекста сегодняшнюю ситуацию в Карабахе или наше общение с живучей там армянской общиной и просто забыть о 30-летней оккупации. Забыть о том, что территория, равная территории Ливана, полностью в руинах. Это сделали наши соседи, которые оккупировали нашу землю, сделали миллион азербайджанцев бездомными, разрушили 65 из 67 мечетей и осквернили их. А теперь, когда мы их оттуда уже выгнали, они взывают к справедливости. Они обвиняют нас в оккупации, те, кто оккупировал наши территории на протяжении 30 лет. Баку неоднократно заявлял о том, что не намерен портить отношения со своими соседями и стремиться к миру на Южном Кавказе. Однако реваншисты, которые долгое время находились у власти и даже минская группа ОБСЕ, делали все, чтобы статус-кво сохранился на долгие годы. И это не устраивало Азербайджан. Трагические страницы истории должны быть перевернуты. И Баку, и Ириван должны идти к мирному соглашению, а не спекулировать мелкими вопросами, подчеркнул президент Ильхам Алиев. Понятно, что глава карабахских сепаратистов Рубен Варданян вызывает, возможно, большое отвращение и гнев у самого Пашиняна. Засланный российский олигарх и криминальный авторитет испортил планы премьер-министра Армении, и его популярность среди оппозиции заставляет Пашиняна его в неком смысле опасаться. Но вчера президент Азербайджана показал всему миру, в том числе и армянам в Карабахе, готовность к диалогу. Ведь, как отметил Ильхам Алиев, армяне Карабаха даже также являются гражданами Азербайджана. И этот факт, несмотря на такие трагические события для мирной жизни в регионе, такой диалог является неизбежным. И президент впервые подчеркнул, что диалог начнется только и только тогда, когда Варданян покинет Азербайджан, куда он попал незаконным путем. Пашинян в глубине души полностью был согласен с этими аргументами, поэтому тему с Варданяном не поднимал. Он лишь вспомнил об инциденте с детьми из Карабаха, которые возвращались в Ханкенли на автобусе через Лачинскую дорогу. По словам Пашиняна, тогда азербайджанские журналисты, которые снимали автобус, якобы напугали детей своими камерами. И все. Это действительно был единственный аргумент, который премьер-министр целой страны на одной из самых главных площадок мира, где собрались не только страны региона, но и руководители крупных государств, и организация решила поведать миру. Если мальчик из Ханкенли испугался камеры азербайджанского телеканала, то, оплатив поход к психологу и задобрив ребенка игрушкой, можно ли решить вопрос с армянами Карабаха? Вопрос, конечно, интересный. Не так ли, Телли? Да, действительно, очень интересный. Но будем надеяться, что все-таки в Армении хотят мира и надеются на него. Спасибо. Альбина Абдурахманова рассказала об абсурдных заявлениях, в том числе и настроениях премьер-министра Армении. Ну, к этому часу у нас пока все. До встречи в вечернем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok